Жители Кубышевского района обратились к депутату Госдумы Александру Хинштейну с просьбой посодействовать с благоустройством детской площадки у дома номер 135 по Белорусской. Она пользуется популярностью у родителей ближайших домов, поэтому активным жителям хочется, чтобы место соответствовало званию точки притяжения. Еще и песок с игровой зоны ветром часто приносят к подъездам. Этот вопрос районные власти решат до конца осени. Есть у меня уже расчеты, каким образом тут ограждение сделать, сами металлические ограждения и плюс вот такие вот вставки туда сделать. А вот благоустройство самой площадки будут выполнять по существующим федеральным или региональным программам. В ближайшее время подберут вариант, при котором ремонт можно выполнить быстрее уже в следующем году. В случае необходимости постараются привлечь социальных партнеров и инвесторов, чтобы сделать качественную игровую зону. Надеюсь, что мы достаточно быстро сумеем решить вопрос с размещением там новой детской площадки. Я сам был месяц тому назад, сам обратил внимание. Также вопрос привлечения различных программ по благоустройству решат с жителями Октябрьского района. Инициативная группа самарцев, проживающих на пересечении улиц Часовой и Рашевского, представили депутату свой проект реконструкции небольшой зеленой зоны у их домов. Они предлагают сделать музей под открытым небом, посвященный часовой продукции завода имени Масленникова. Александр Хинштейн отметил, что это станет отличным продолжением комплекса, включающего в себя сад баланса и фабрику кухню, и пообещал помочь с поиском путей для реализации данной идеи. Когда люди сами выступают за то, чтобы менять свою жизнь, свою среду к лучшему, когда они неравнодушны, когда они действительно объединились, им всегда нужно идти навстречу, всегда нужно их поддерживать. Также на личном приеме обсудили дальнейшую судьбу Школы Олимпийского резерва в Куйбышевском районе. Она будет работать под шефством Самарского судостроительного предприятия, которое будет поддерживать территорию за свой счет. А также прозвучали другие вопросы коммунального и бытового характера, включая переселение из аварийного жилья, благоустройство дворов, неживание земли и выплаты по инвалидности. Андрей Горгуленко, Игорь Казановский. События.